друзья всех приветствую сегодня у нас традиционный понедельник и первый недельный эфир с виталием когда мы обсуждаем после выходных после пятницы если там есть какие-то отчеты говорим по горячим следам опять же произошедшего и мотивируем вас к трейдингу с учетом тех возможностей которые есть в моменте возможности есть всегда особенно на таком активном рынке как сейчас ну что это неделя много отчетов по штатам традиционно соответственно по ее прошествии станет еще меньше времени меньше дней до заседания американского регулятора но в середине июня важное заседание потому что на нем ожидается что повысить на 50 поиск на пунктов снова после чего сделают то же самое в июле думаю что уже в июне анонсирует запуск программы количественного удовольствия я думаю что какие-то коррективы могут быть минимальные в лучшем случае но в целом наверное дорожная карта нам уже ясна и известно что касается американской валюты так вкратце в прошлый раз мы говорили но я придерживаюсь точки зрения что индекс доллара который имел возможности выдасти против вам главных мажорных активов индекс доллара а в целом потому что протоколы в принципе просигнализировали о том что фреса не преклонен в этом пути борьбы с инфляцией но не отреагирует не отреагировал он ростом может быть потому что теперь доллару нужны фактические решения действия и до заседания фреса я думаю что вот так и будет он в лучшем случае консолидироваться в лучшем случае еще обозначить какие-то локальные минимумы без доллара я рекомендую сейчас следить за следующими финансовыми активами ну во первых за золотом которое сейчас неплохо использовать поддержку слабости доллара снижение доходности американских облигаций давай демонстрации канта перейдем как раз золото 1861 ну можно сказать 1862 доллара за тройскую унцию в прошлый раз а когда я комментировал перспективы золота обозначил цель того что золото может достичь отметки 1880 1890 и в качестве альтернативного сценария признаюсь я думаю что это в этих рубежах золото будет котироваться уже по итогам прошлой недели но вот альтернативный сценарий это то что нам потребуется больше времени но интерес к золоту остается на очень высоких значениях во первых как я уже отметил золото стогнозировать движение золота всегда можно если иметь хотя бы какое-то представление о том что происходит с американской валютой и с рынком долга сша то есть рынком казначейских облигаций то есть индекс доллара у нас сейчас корректируется снижение индекса доллара влияет правда не напрямую косвенно на ситуацию с трейджерис с казначейскими облигациями лучше сказать что трейджерис обычно влияет на поведение доллара соответственно снижение доходности американских облигаций то что уже снижает альтернативные издержки владения золотом золото сейчас на фоне роста действительно смотрится снова как защитный актив я не хочу переоценить значимость долга защитного инструмента но она все-таки растет если бы мы сейчас поставили себе задачу разобраться с тем что привлекательнее для инвесторов моменте золото или американский рынок долга то проведя опять же разбор полетов и движений тех же самых индексов за последние месяцы легко бы убедились что если вот не последние пару сессий для американской фонды два месяца были прям совсем неудачный для фондовиков потому что 8-9 месяцев мы видели как точнее недели ну то есть почти два месяца индексы на знак до утра сэмпи снижались не потеряли там до 10-14 процентов но я не беру щас пиковое значение когда коллекция была до 20 процентов а золото за этот период времени выросла поэтому еще один индикатор как бы того что золото будет пользоваться спросом это индекс рыночных настроений вот как всегда по традиции у меня он открыт друзья 36 процентов трейдеров то есть это меньшинство делают ставку на то что золото будет расти большинство сидит в продаж и золото идет опять же против толпы объемы тоже увеличивается это говорит о том что интерес к золоту а вырастает с каждым днем особенно с каждым днем когда золото фиксирует очередную бычью свечу поэтому мой прогноз прежний я новых сделать давать не буду рекомендации а просто лишь на переозвучит то что по моему субъективному сценарию есть возможность роста до 1890 долларов за тройскую унцию сейчас котировки 1860 то есть очень заманчиво друзья если вы готовы рискнуть опять же смотрите возможности покупки если вы еще не в лангах доход прямо из текущих значений что касается нефти которая также радует покупателей и соответственно те кто отправил вместе со мной на рост этого актива 116 долларов за баррель практически в моменте три фактора роста это ограниченное предложение нефтепродуктов в сша это выводы об этом мы делаем на основании данных по запасам от администрации политической информации несколько недель подряд действительно запасы снижаются сегодня в сша выходной день день памяти и традиционно считается что сегодняшнего дня начинается активный летний сезон автомобильных поездок априори приведет к еще большему росту росту спроса и на мой взгляд и толкнется цены еще выше это по значимости самый последний фактор конечно же первый фактор это танцы и что пакет санкций против российской экономики энергетическая эмбарго саммит и стартует сегодня и согласно комментариям главы еврокомиссии усура услуга фандерляев есть высокая вероятность того что компромисс все таки будет найден даже несмотря на то что сейчас венгрия прям активность является по их расчетам руководство венгрии потребуется не меньше четырех лет чтобы заметить поставки российской нефти альтернативными источниками но я думаю что венгрию в итоге тоже убедят потому что слишком уж велик вот потенциал давления сейчас со стороны других стран и с которые топят за единую сенсорную политику и позицию и в данном случае самым наверное жестким возьмем кавычки шагом со стороны ес это как раз в том числе и для себя потому что рост рост цен на нефть который неизбежно последует за станциями касающимися энергетического эмбарго он очень сильно ударит по самой европейской экономикой через показатель инфляции но видимо о последствиях будут думать позже на этой неделе кстати еще заседание опек я думаю что каких-либо решений новых по дополнительному росту нефтедобычи там принято не будет потому что страна опек сейчас все устраивает а сверхприбыли просто не реалистичных по долларовому эквиваленту профит который они сейчас фиксируют и вряд ли они него откажутся поэтому заседание опека возможно привнесет владельцы на финансовые рынки но точно не станет это мое мнение поддержкой для продавцов поэтому 116 долларов за баррель друзья у нас уже есть следующая цель которая ранее была обозначена как долгосрочная это 120 долларов за баррель так и еще в прошлый раз я подсвечивал возможности трейдинга по австралийцам тогда стрелиться был в районе 071 сегодня уже 071 75 была хорошая точка входа с отметки 070 50 цели 073 это цели которые реально могут быть добиты этим активом потому что очень скоро заседание резервного банка австралии в прошлый раз я проводил аналогию что резервный банк австралии может поступить также как резервный банк новой зеландии то есть испугавшись дальнейшего роста инфляции все-таки анонсирует не только повышение процентной ставки но и обозначить прогнозы по довольно существенному росту ключевой ставки на предстоящие периоды на предстоящие заседания я думаю что это будет очень хорошим подспорьем для роста австралийца и не нужно забывать еще тесные торгово-партнерские связи с китаем 1 июня как мы помним шанхае полностью снимаются ковидные ограничения что в целом подходит дальнейшему росту экономической активности и я надеюсь улучшить показатели торгового баланса австралийской экономики поддержит курс австралийца это ли слово тебе такое ощущение что у нас уже его не команда нет ну никто не говорит что его не было как обычный грипп летальность у него была понятна но она небольшая была маленький процент это где-то последствия от остановки экономики они более сильно бьют по населению благополучию и так далее там ладно так что у нас там по рынку давайте посмотрим что мы прошлый раз говорили доллар рубль есть валютная пара чуть-чуть видос появилась по ней напомню что последние несколько месяцев вот данную валютную пару контролировал центральный банк практически там если посмотреть на часовики или на более мелкие там не было ликвидности практически то есть и как я уже сказал на прошлой неделе понедельник и среду я намекал на то что возможно у нас близится к завершению укрепения рубля по отношению к доллару по причинам того что сильный рубль тоже не выгоден для экономики поэтому плюс уже последние две недели на той неделе он тоже уже начал делать такие словесные интервенции интервенции по поводу того что что-то нужно делать практически у нас прошлой неделе вторая половина недели показалось что доллар пошел на укрепление то есть и советовал покупать на этих минимумах доллар против рубля какие перспективы дальнейшие ну скажем возможность улететь в район 8 если приняты те санкции о которых ты сказал хотя я как-то сомневаюсь я думаю что там будет что-то тормозить по этим санкциям но перспектива мне кажется просто технически вот если посмотреть вот это укрепление рубля которое было за последние три месяца его нужно корректировать ближайшая цель цель коррекции и локальные мы их практически сделали 70 почти ну такая более крупная цель это 80 в районе 80 85 возможно дальше где-то в район 105 но это такое будет здесь какой-то будет где-то в формате здесь мы будем болтаться между 60 рублей и 100 рублей но возможно скажем ближайший там до нового года посмотрим что касается доллара рубля дальше фондовый рынок сша очень хорошо отработал напомню прошлую неделю что понедельник что среда я советовал покупать то есть данный индекс в принципе другие индексы были зеркальный что за практически зеркальный в районе примерно 39 40 плюс минус в этом диапазоне я советовал покупать с вопросами за 38.50. Локальные мы какие-то цели сделали в РН-41. Что будет дальше? Что это у нас началось? Это начался слом этого нисходящего среднесрочного тренда, который продолжается последние несколько месяцев. Или это просто очередная коррекция, как была у нас в марте текущего года и дальнейшее падение, или обновление максимума. Это сложно сказать, это нужно больше делать трейдерские сделки, среднесрочные инвесторские. Купил, поставил стоп-лосс, если выросло, часть зафиксировал и дальше наблюдается рынок. Если ситуация, скажем, позволяет дальше рисовать какие-то сигналы на покупку, возможно, закупиться, или стоп-лосс подтянуть повыше. Если ситуация рисует шорт, ставим шорт, потому что, как ты отметил, будет ужесточение в политике, но это все как ожидают. Возможно, это рынок учитывать, но, так скажем, такое повышение ставок, оно может и убить рынок. Какая у нас сейчас процентность, полтора или два процента? США? Да. США один процент? Да. То есть, если еще там 0,5-0,5 добавится, что плюс процент в течение двух месяцев, ну, достаточно сильно будет бить. Ну, скажем, этот рынок все возможно, возможно, будет на вот этих, как я уже сказал, рынок находится, фондовый рынок находится США на негативных, скажем, ожиданиях. Это говорит о том, что если все продают, все боятся, все избавляются от акций, это говорит о том, что мы где-то близко на возможный разворот. Как мы видим, в принципе, это и произошло. Ну, конечно, это небольшой отскок в платальном формате, но рост такой неплохой получился. И что с этого получится в среднесрочной перспективе, там, до Нового года, время пока все возможно. Поэтому, кто ранее купил, кто воспользовался моими советами без убыток, часть возможности скинуть и дальнейшие действия я пока новых каких-то точек входа не вижу. Если произойдет, у нас произошел импульс наверх, если будет какая-то коррекция, то здесь уже, возможно, будет дальше думать о каких-то дальнейших действиях покупки или шортах по данному инструменту. Поэтому как-то вот так по поводу S&P 500. Дальше. Биткоин. Биткоин, в принципе, дальше торгуется в данном боковике. Я еще на прошлых эфирах говорил о возможности LNG по данному инструменту. На пробой S&P 500 мы как-то туда никак не дошли, но уже приближаемся. Были агрессивные покупки возле нижней границы, но более консервативные на пробой верхней границы. То есть это остается актуальным. Если будем пробивать S&P 500, то откроется путь выше. А там мы дальше посмотрим. Это коррекция, это S&P 500 или дальше будет какой-то развод и так далее. Ну, в принципе, по золоту я с тобой согласен. Тоже нужно хотя бы обновить вот эти максимумы и смотреть, что здесь дальше будет происходить. Напомню, ранее я аналогично давал анонс на покупку и совет в районе 1812, кто купил ранее без убыток и надеется на срочный рост. Если мы будем дальше обновлять минимумы, фиксируем сделку и дальше ищем какие-то точки входа. Кто ранее не купил, ну посмотрим. Вот идет какой-то импульс наверх, он развивается. После коррекции тоже будет смотреть, возможно, какие-то точки входа будут новые. В принципе, по нефти у нас в прошлый раз совпадало мнение. Скорее всего, оно смотрится к пробою наверх, оно так и произошло. Но в среднесрочной, долгосрочной перспективе у меня мнение по нигде другое. Я думаю, что еще раз, кто не смотрел в прошлый раз, что где-то в районе 120-125 по бренду. Если мы сделаем, то отсюда нужно искать точки входа в шорт. Потому что, возможно, ну и плюс мы находимся на различных каких-то максимумах. Я думаю, что ничего уже такого глобального на нефтяном рынке не произойдет. Какие-то эмбарго будет, возможно. Но рынок перейдет, какие-то другие поставки, другие точки найдет РФ. Поэтому я думаю, что где-то здесь нужно будет искать хорошие точки входа. Ну, конечно, есть минус в фьючерсах торговли на нефть. То, что каждый месяц идет экспирация, нужно, скажем, перезаходить. Если поддерживать сделки срочно, долгосрочно. Или там находить через брокеров, который дает доступ к ETF. Поэтому наблюдаем в районе 120-125, ищем точки входа на шорт. Возможно, лимитки выставить и так далее. Ну и по валютам, в принципе, что здесь у нас происходит. В прошлый раз, о чем я говорил, что у нас, кто ранее покупал, я давал по евро-гону аналогичные покупки в районе 1.05. Была покупка одна, была повыше покупка, 1.06 примерно. Я говорил, что основную часть зафиксировать процентов 70-80. Дальше удерживать, потому что здесь возможна коррекция. Она пока не произошла. То есть она была очень-очень мелкая. И дальше я бы, скажем, подождал какое-то коррекционное движение по евро-доллару аналогично по индексу доллара. Какое оно будет, я бы уже по факту смотрел. Когда этот импульс закончится, возможно, мы еще подрастем и так далее. Но в какой-то, возможно, тоже среднесрочной перспективе здесь будет намечаться, так скажем, коррекция. И агрессивно, в принципе, можно поработать на снижение евро-доллара, индекса доллара, рост, доллар-франка. Поэтому ключевой уровень по евро сейчас у нас 1.0750. Ниже него мы можем пробовать чертить на возможную коррекцию. Если посмотреть доллар-франк аналогично, то есть тоже очень красиво. Мы практически с максимумом сделали 500 пунктов и никакой коррекции. Поэтому я думаю, что аналогично как евро-доллар, а доллар-франк, возможно, купить с текущих, или точнее выше уровня 0.9575, на коррекцию, возможно, она будет где-то в район 0.9750, условно. То есть пунктов 150-200 пунктов, 350, возможно, больше даже 300 пунктов будет какая-то коррекция. Поэтому такие рискованные контртренды, здесь нет супер-купер сигналов каких-то, но есть признаки, что, возможно, у нас будет рассыпаться коррекция. То есть обязательно стоп-лоссы. Ну стоп-лоссы примерно, посмотрим, какая у нас волатильность, ну по 50 пунктов, что евро, что доллар-франк, что любитель индекса доллара, так как там нет стоп-аналогичных. Ну пока чуть-чуть нужно посмотреть, как бы сегодняшняя темочка закрылась, нужно импульс, но так как у нас опережение, то есть кто не разбирается в этих импульсах, и рискованные по данным. Ну и, в принципе, все мне по-настоящему. Спасибо, Виталий, за обзор рынка, опять же, за все пигменты финансовых рынков, по которым ты пробежался. Ну что, давай тогда наблюдать, и уже подведем итоги позже. Ну, по поводу итогов, я уже несколько недель назад прощался с эфирами, сегодня я хотел тоже попрощаться, возможно. Последний эфир будет, возможно нет, посмотрим. Будем знать завтра более точно. Ну прощаться не надо, паузу, паузу просто. Да, паузу, паузу, то есть прощаться на какой-то период. Паузу, возможно. Возможно, как я уже говорил, там скоро подключатся через несколько недель. То есть смотрим, что и как будет, да? Понял. Спасибо тебе, Виталий, и до скорых встречи. Пока, удачи. Удачи. Спасибо.